Современный театр и национальные традиции. Няганьский тюз расширил афишу новой постановкой. В основе пьесы «Осетинские нартские сказания» соединяет в едином пространстве эпос и реальность на югорской земле многонациональная команда со всей страны. От Алании до Бурятии. Сюжет Евгения Самойловой. Жил на свете древний народ. Нарты называли себя. Нарты – богатыри с Кавказа, мастера верховой езды. В их честь называют города, улицы, футбольные клубы. Героям ставят памятники и пишут о них картины. За тысячи километров от земли нартов в Няганском тюзе «Осетинский эпос» ожил на театральной сцене. Не наш метод работы, скажем так, просто взять и проиллюстрировать некий текст. Мы взяли за основу историю Шардона и попытались, войдя в диалог с этим героем, собрать свою историю, поговорить о нас с вами. Синтез эпического и реального привел к тому, что за полтора часа зритель погружается и в историю Сырдона – ловкача, хитреца, незаконно рожденного сына матери Нартов, и в историю мальчика-современника, которого воспитывает бабушка, а мама – в мучительном поиске себя. «Я просто хотела сказать, что вернулась, действительно вернулась. Я больше не хочу уезжать». Современная версия «Осетинского эпоса» собрала на югорской земле многонациональную команду. Драматург из Алани, режиссер из Москвы, композитор из Бурятия. Признаются, над постановкой было работать легко и сложно одновременно. «Сложность, конечно, возникла, потому что с текстом я особо не работала, но я была всегда наблюдателем с другими режиссерами. Я больше интуитивно делала». «Было сложно, конечно, с ритмами, именно кавказские ритмы. У меня в крови-то все равно как бы брезка, скачки. Но получилось вроде». Спектакль получился тонким, чувствительным. Многие зрители не скрывают слез. В память врезаются фразы «Вы меряете меня своими мечтами. Надеюсь, можно все изменить, все исправить». А в голове звучит пронзительная колыбельная в исполнении актрисы Елены Киреевой. «Считать каждый свой шагом, Слоны и тупли сны жучу, Сверкают крылья взломы, В серой бурке жужучу». В Осетии богатым домом раньше считался тот дом, в котором имелась книга о нардском эпосе. В Няганском Тюзе такое издание есть. Оно часть выставки от регионального центра осетинской культуры «Алания». Поэтому южным духом Кавказа сейчас пропитан весь Сибирский театр. От зрительного зала до хола. Мне очень приятно. Мы этого очень хотели, очень долго ждали. И случился этот спектакль. Я думаю, потом последующим другие национальности тоже последуют этому всему. Это сближает нас еще больше. Это надо делать. К теме сказаний Няганский Тюз обращается часто. Здесь уже поставили шесть мини-спектаклей в рамках проекта «Сказки народов России». С аншлагом идет грузинская история Ханума, украинская ночь перед Рождеством. Поэтому осетинский эпос – важная премьера сезона. Но где ценят дружбу народов – обязательно с продолжением. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вести. Егория. Нягань.